И нигде терминов нет. Или ждать вечно. А вы сами не ждете вечно? Ну ладно. Это я так просто думаю скажу. Да, у нас нет времени, к сожалению, на пациентов. Три минуты на пациента. Это правда. И идете в больницу. Значит, в больницу есть два варианта опять-таки. Многие этого не знают. Пациент может попасть в пракшис. Просто не попадают те, кто не хочет. Есть специальный менеджер, который занимается только цифрами. У него вот такая голова. Я получаю только один раз за тебя 20 евро. Сколько ты раз не приходишь, я больше не получу за тебя ни одной копейки. То есть не надо называть медицину сервисом. Мы не в этой сфере работаем. Это медицина. Это помощь людям. Это первое место. Но не сервис. Так и есть. Так и нет. Потому что вы не пользуетесь медициной, но платите. То есть точно так же немецкие врачи страдают, плачут синяками, такими сидят на работе. И все то, что говорят, что к нашим людям отношения хуже, это все у наших людей в голове. Почти каждый праксис имеет открытые часы, когда человек может прийти срочно. Вот таблетка от головы, все пройдет, будет у тебя хорошо. А нам не хватает сейчас 13 врачей. 13 врачей не хватает. Потому что 40, температура, это хорошо, это реакция организма такая хорошая. Он борется. Волшебство какое-то, собирать человека по кусочкам. Мы не улыбаемся. Друзья, давайте улыбаться. Ну начните улыбаться. Значит, приветствую. Спасибо, что согласились на интервью. Долго искал врача, который готов будет все рассказать сегодня. Все расскажу. Для начала расскажите немножко о себе. Кто вы, откуда приехали, как давно в Германии? Ну, меня зовут Ирина Агапов. Кстати, очень интересно, Ирина Агапова была. Теперь Ирина Агапов поменяли здесь фамилию, чтобы все были одинаковые. Потому что вопросы возникают постоянно. Что это за Агапов? Агапова, да? Но по паспорту здесь уже в Германии Агапов приехали мы из Крыма с моим мужем и с маленькой дочкой в Германию. В каком году приехали в Германию? Значит, мы приехали в 2004 году, в декабре. И именно вот в такое зимнее время. То есть уже практически 20 лет в Германии, получается. В следующем году будет 20 лет. Да, да, с ума сойти, время так быстро летит, что правда, я даже сама не реализовываю. 20 лет, 20 лет, да, в Германии. До переезда вы тоже работали врачом или нет? Да, работала врачом. Я закончила в Крыму, ну, государственный университет медицинский в Симферополе. И там один год я работала терапевтом с рюкзаком по домам. Да, да, один год я отработала врачом там. А потом переехали в Германию, вот у всех складывается впечатление. И вот я у себя на канале очень часто встречаю эту историю. Говорят, что здесь врачом работать невозможно. Максимум, что там медсестрой устроиться с высшим образованием врача и так далее. Но мы сейчас сидим вот в вашем практике. Да, да. Поэтому я вижу наглядно, что здесь врачом работать можно. Расскажите, что для этого нужно и какой был у вас путь в этом отношении? Многие-многие мои коллеги не работают врачами, к сожалению. И это так жалко. На самом деле все из-за того, что люди просто боятся. Ну, сами даже не знают чего. Просто боятся всего. Вот все, что будет, языка и экзаменов и все. Звучит это все страшно. Если бы я об этом задумалась, то я бы, наверное, тоже не прошла этот путь. Но я просто никогда ни о чем сильно не заморачиваюсь, честно. И не боюсь. И просто идешь, и оно само как-то получается. Но это другая история. А как путь, какой пройден был путь? Когда я приехала в то время, там нужно было нам дойти до знания языка C1. Это C1 называется он, да? Гено. Ну, вот этот вот. Потом мне посчастливилось. Ну, это так всегда. Если человек ничего не боится и идет, то ему всегда что-то получается. В то время была организация, называлась Отобеники Штифтунг. И мы, врачи, могли получить, и не только врачи, но и все другие специальности. Люди, которые с высшим образованием и хотели подтверждать институт. Они могли именно вот этот C1 экзамен или медицинский и немецкий выучить на Отобениках. Это очень хорошо. От Отобеников можно было получить специальный курс по подготовке к вот этому экзамену. Вот экзамен на... медицинский экзамен на подтверждение. Но была такая ситуация. То есть я закончила C1, сделала вот этот вот C1, да? И потом перед экзаменом мне нужно было отработать, как бы отработать, поработать. То есть в медицин... скажи мне, в клинике. Здесь, в Германии, в клинике. И, ну, как для кого-то покажется это ужасно и страшно. Первое, то, что, во-первых, ну, ты с маленьким языком, да? А второе, то, что это совершенно не платили денег за это. То есть это как бы получается год бесплатный. С одной стороны, это звучит страшно. С другой стороны, я вспоминаю это как приключение, потому что было легко, да? Ты как бы не работаешь, а какая-то как практика. Потому что они все понимают, что с тебя возьмешь. Ты ничего еще не можешь. И в Германии врачи делают все. Потому что у нас в стране, я привыкла, что у меня медсестра, и это счастье. Медсестра делает уколы, медсестра кладет капельницы, медсестра берет кровь. Врач сидит и пальчиком указывает. Здесь нет. Здесь, правда, врач делает все. Потому что касаться человека разрешено врачу. Да, то есть мне нужно было научиться класть бронюли, научиться там, ну, все, брать кровь. Да, тут же другие системы. Но это все, это все как-то получалось очень легко. Это было даже очень интересно, да? Я попала в очень хорошую клинику. Прям знаменитую клинику у нас в Гамбурге. Мне повезло, вернее, там тоже с везением. Я сидела, я сидела каждый день под дверями кабинета профессора, который шеф был. И я говорила только, ich will hier sein. Ich will hier sein. Правда? Это было просто комедия. Они уже не знали, куда от меня деваться. Потому что я выбрала эту клинику. Мне они и хотели, потому что они самые лучшие. И в то время я очень мечтала быть хирургом и унфальхирургом. Унфальхирургом эти, это как на немецком? Травматолог. Да, мне казалось, это такое вообще волшебство какое-то. Собирать человека по кусочкам. И я хотела, и поэтому, а это самое лучшее. То есть беру с геносеншафлихи, кранкинхаус, это когда случаи на работе происходят. И у них все. У них там все деньги, самые лучшие операционные. Ну, в общем, я хотела туда. Ну, и в конце концов, я им просто так сильно надоела, что мне повезло. И они меня взяли, даже придумали для меня новую единицу. Потому что у них даже не было такого места. Кто ты вообще? Ну, и я там. И там я все, и язык пришел, и прилип как-то. И научилась и кровь брать, и все научилась. И этот год я там отработала. И потом мне можно было вот эти отобейники штифтунг. Мне кажется, сейчас тоже есть такие организации, наверняка, которые помогают подготовиться к этому экзамену. Этот экзамен называется Gleitfertigkeit Prüfung. Он для всех кажется таким страхом. Этот экзамен, в принципе, подобный, сдают здесь немецкие врачи, когда они заканчивают. То есть он проходил, ну, и поэтому как бы все его боятся, потому что это Gleitfertigkeit, это значит, что равнозначный с немецкими врачами. И после этого ты получаешь апробацион. Апробацион для каждого врача в Германии. Они, это, я даже не знаю, как это назвать, икона. Они его апробацион, это разрешение на работу в Германии врачом, они хранят все в сейфах и не дома. Да, это правда. Я даже думаю, господи, ну бумажка и бумажка. Нет, это, и потерять апробацион, это как будто расстаться с жизнью здесь. Это прямо в точности. И вот этот, когда они сдают экзамен, они наконец-то получают апробацион, разрешение на работу. И вот мне нужно было сдать этот Gleitfertigkeit Prüfung. Как это происходит на самом деле, все зависит от того, как ты себя чувствуешь внутренне. Если ты идешь к людям, чувствуешь себя, ты как расслаблена. Ты чувствуешь их не как каких-то гуру. Ну да, там сидели три профессора немецких. Говорили на немецком языке. Ну да, но зато у меня есть руки, глаза, язык. И ты, когда чувствуешь себя как с коллегой на одном, потому что почему я должна быть ниже них из-за того, что я приехала с другой стороны, то они чувствуют это тоже. То есть они чувствуют, что пришел коллега, и это была просто такая смешная очень и свободная, приятная беседа. Правда, я ни один момент, и я уже говорила, говорила. Они мне говорят, коллега, хватит, мы уже все поняли, вы уже прошли. Это было так интересно. Хотя многие рассказывают страшные истории. Пожалуйста, не верьте, друзья. Это можно, это возможно. Сразу куча уточняющих вопросов, которые потом наверняка будут в комментариях, забегая вперед, значит, чуть-чуть по хронологии. Вы, получается, год отработали в клинике. Вам за это ничего не платили? Нет. Сколько сказали, просто потом кто-то будет, может, договорились или еще что-то. Нет, 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 нет. Вы были на пособии в этот момент или как это происходило? Мы получали Arbotslössgeldzwei, это называется. Это когда не 4, не FIA, когда ты проработал уже там больше, а именно цвай. Вот этот, я не помню, там 300, в то время 350 евро, по-моему, это было. Я не знаю, сколько сейчас, да, но вот сейчас тоже пособие, как у всех остальных. Да, это мы пособие и получали во время, когда я училась, когда я, ну, вот это, где работала, это вот это было пособие. У людей, наверное, сейчас шок, и у нас же как-то не привыкли, как так можно. Все же хотят, если ты работаешь, то ты должен получать зарплату, причем большую. А вот сам факт, я уже слышал просто о подобной, будем говорить, схеме, наверное, что если можно практику, бесплатно поработать, ну, у всех это вызывает такой ступор, что как так я буду год работать в клинике, бесплатно. Да, вот такие люди как раз и в этот момент думают, нет, я лучше пойду работать в флеге. Флеге, это, знаете, да, как в флеге, вот у нас очень-очень много. Уход, да, в домах, при столе, требуется, не нужно особого там подтверждать что-то, но вы сразу же получаете деньги, то есть этот момент, инвестиция в свою жизнь стоит того, да, и тут нужно понимать, либо ты получаешь сразу деньги, но остаешься на этой зарплате всю жизнь, да, в флеге, либо ты инвестируешь в свою жизнь этот год, но с другой стороны, ты получаешь такое количество всего там, что мне кажется, что если бы они сказали мне доплатить в тот момент, я бы, наверное, это сделала. Потому что то учение, которое мне в тот момент эти люди дали, которое все, я им пользуюсь до сих пор. Я всех девочек там учу брать кровь, которые, да, у нас все равно пытаемся, чтобы наши медсестры брали кровь, потому что у нас нет такого количества времени, или клали бронюлю, да, то есть инфузион или капельницы и так далее. То есть кто этим занимается теперь? Этим занимаюсь я, потому что я шеф, я должна это делать. И в тот момент, каждый момент твоей жизни, все когда-то будет надо. Это все не бесплатно, ты получаешь больше, ну, мне так кажется. Ну, то есть нужно не идти на то, что нужно быстрее выйти на работу, зарабатывать много, да, нужно потратить время. То есть я уже обращал эту тему в Германии, и вот хорошо, что ее проговорили. Именно момент, что нужно вложить часть своей жизни в то, чтобы устроиться хорошо и получить опыт соответствующий. А потом это дальше играет только на руку в дальнейшую жизнь. Потом идет все понакатанное, то есть нужно подумать. Все просто этого боятся безумно, мне кажется. Просто много с кем разговаривал, кто недавно переехал, и все вот думают, как бы быстрее, вот быстрее работать. А вот история вот такая. Окей. Второй вопрос, который из той истории, которую вы рассказали. Многие говорят, что к нашим людям относятся как-то по-другому. Вот был экзамен. Есть ли какое-то отличие между тем, как сдают немцы, и когда его? Нет. Мне что-то такое впечатление, что ко мне было даже лучше отношение. Да нет, это я шучу, конечно. Я не знаю, какое отношение у них между собой, да. Но все то, что говорят, что к нашим людям отношение хуже, это все у наших людей в голове. Мы сами к себе должны начать относиться хорошо. Мы сами себя, мне кажется, не любим. И мы сами себя стесняемся. Мы постоянно думаем, что у нас какой-то немецкий не тот, что мы что-то не то сказали, не там встали, не там сели и все такое. И нам нужно просто начать учить, научиться любить других людей. И если ты к ним идешь открыто, ты просто к нему подходишь и говоришь, привет, я здесь, помоги. И я еще ни разу, никогда, ни одного раза в Германии я не встретила человека, который бы мне не помог. Правда, это, и поэтому, друзья, у нас есть такой момент, я вот замечаю, даже у меня очень много разных пациентов. Мы не улыбаемся. Друзья, давайте улыбаться. Ну, начните улыбаться. И вы увидите, как все совсем будет по-другому. Мир переворачивается сразу. Ты уже ждешь от человека какого-то, чего-то плохого, да? Ждешь уже и думаешь. Особенно с какого-то советского менталитета, что ли. Да, может быть, это страх. То есть это нормально, бояться. В чужой стране ты как бы чужак. Но нет, нужно просто научиться и понять, что мы не в чужой стране, а мы на своей земле. Все люди, вот и все. И там уже все открывается. Они такие же, что у него другие ноги или другие руки, или у него какие-то уши особенные, или у него какой-то мозг соединен с тремя какими-то точками или еще что-то. Нет, это такие же самые люди. У него такие же страхи. Он точно так же тебя боится и думает, господи, понаехали. Нет, нет, но у него та же самая семья, они те же самые мысли, господи. И поэтому, если вы начнете просто улыбаться, открыто идти к людям и просто сказать, друг, помоги, они точно так же это делают. Правда? Супер. Это мое. Потому что это вот прям у многих комплекс, кто переезжает, что здесь, именно из-за того, что ты не разговариваешь нормально на языке, из-за того, что ты вообще приезжий. А вот у меня за два года, я не так давно в Германии, вот и мне сложилось впечатление, что именно из-за того, что в наших странах, я говорю, наши все вместе, там, неважно, Россия, Украина, Казахстан и так далее, привыкли к другим относиться с каким-то пренебрежением к приезжим. Я говорю про приезжих. То есть у нас же все, вот, начиная с типичного московского понаехали, которые все знают. Ну и во всех остальных странах тоже к приезжим относятся, но как-то по-другому будем говорить. Да, и мы вообще как-то осторожно относимся к другому человеку. Да. Вот в этом весь прикол. Не то, как к иностранцам, да, вообще к своему родному человеку ты уже думаешь, ну, не знаю, что-то задумал точно. Да, да, да. Не, Элик вот сразу идет первый посыл. Вместо того, чтобы подумать, там, о, дядька идет крутой, интересно, там, как он живет, да, ну, просто открыто, да, и это все падает тогда. Прикольно, интересно. Так, ну, пойдем дальше. Понятно, что подтвердили квалификацию, потом дальше, как сказалось, ваша судьба, работали... Как только ты получаешь апробацион, да, здесь, в Германии, врачом, то есть все. Все, ну, как, с одной стороны, все открывается для тебя, все двери, потому что ты уже апробированный немецкий врач, и тут настолько ищут врачей, что тебя просто забирают с руками и ногами, и неважно, с каким языком. Да, но там тоже начинаются моменты, потому что в Германии, в клиниках очень большая иерархия, независимо, кто ты там по национальности. То есть точно так же немецкие врачи страдают, плачут, синяками вот такими сидят на работе. Это независимо от того, да, но если у тебя еще плохой язык, то ты начинаешь еще про это думать, потому что они все пишут письма, конечно. Письма, не письма счастья, а письма на выписки, да, которые должен писать врач. Но здесь опять-таки то же самое моменты, да, когда я не могла два слова связать. Письма здесь все врачи диктуют, чтобы ускорить процесс. То есть, да, там Вася, там Пупкин, такой-то, такой-то поступил к нам с тем-то, тем-то, и пошла вот эта вот вся выписка, да, которую мы делали то-то, то-то, и это очень тяжело над диктовать, это было страшно, ужасно. Идешь, друзья мои, лайфхак. Кто самые-самые-самые лучшие люди на свете? Это секретари, это медсестры. То есть, если ты сопускаешься со своей высоты и дружишь со всеми этими людьми, то есть медсестры, секретари, ты им приходишь, как, опять я точно так же говорю, то есть я всегда, это какие-то подарки, шоколадки, что-то сказать хорошее ей, поговорить с ней, посидеть, поболтать. Все, секретарь мой лучший друг. Она мне все письма делала идеально, да, то есть все переделала, как я ей говорю, так, слушай, сделай мне, потому что, ну ты же видишь, что это за немецкий, это жуть какая-то. У меня еще и легостения, так что я вообще в полном, в полном ужасе, да, то есть мои письма, это был ужас. Но она все переделывала мне, писала, как красиво. И, кстати, я вам хочу сказать, она говорит, ты даже не представляешь, какое количество врачей пишут с ошибками, и она иногда вообще не понимает, чего они говорят, надиктовывая, то есть иногда с ними еще больше проблем, чем с нами, потому что мы более четко говорим, да, то есть у нас даже преимущества есть. А врачи немецкие, л-л-л-л-л-л, не уважая иногда других людей, потому что они тоже, у них есть свои моменты, они очень считают себя великими, да, то есть вот этот момент, и тогда скорее эти секретари, эти медсестры очень сильно нас любят, если честно, а это дорогого стоит в клинике. Они везде помогают тебе, везде тебе скажут, смотри, у него температура, посоветуют, да, то есть это такая поддержка тоже важна. Это очень, кстати, важный момент. Классно. А в какой момент пришла мысль и вообще, Илья, вот с чего это началось, открыть именно свой практик? Сколько лет вы проработали, в принципе, в клинике здесь, чтобы дойти до стадии, когда вы решились открыть свой практик? Смотри, мысль пришла всегда. Она была изначально? Она была всегда, потому что я никогда в жизни не хотела ни на кого работать, то есть это мой, всегда я не хотела ни на кого работать, хотя проблем с этим никогда не было, если честно. Но, короче, здесь к этому нужно чуть-чуть долго идти. Здесь совсем другая система, не такая, как у нас в странах, в наших странах, да, я не знаю, как сейчас, может там что-то поменялось, но здесь такая система. Ты получил апробацион, да, ты врач, но какой? Тут нужно получить фах, как это называется, фахарст. Это называется фахарст, да, то есть тебе нужно узкую какую-то специальность выбрать. Ты выбираешь, например, какую-то специальность, неважно, хирург, и ты к ней идешь годы, там не количеством лет считается, а количеством, ну, смотри, например, хирург, хирург, у него есть специальный каталог, то есть он должен сделать 500 аппендицитов, там 10 операций на головной мозг, 300 операций на сердце, и они собирают, если честно, этот каталог годами, они собирают его, есть хирурги, которые никогда не получают фахарст, потому что они не могут найти эту операцию головного мозга, и чтобы ему доверили. У хирургов очень сильная там тоже борьба идет за эти операции и так далее. Но мы сейчас не про это говорим, я говорю пример, да, например, чтобы стать терапевтом, не терапевтом, а альгимая медицины, это немножко другое, то есть альгимая медицина, это доктор на все, на все руки мастер называется, это хаус артст, или у нас сейчас это была профессия семейный врач, да, семейный врач, да, семейный врач, то есть он должен все знать и во всем ориентироваться, чтобы первую помощь человеку сделать, и потом решить, к какому специалисту он идет, то есть мы как бы менеджеры человека, и здесь, в этом случае нужно было пройти обязательно нот ауфнаме, то есть это скорая помощь, да, обязательно, обязательно отъездить ночные дежурства, обязательно, обязательно пройти праксисы, да, в каких-то праксах, и там какое-то количество времени это нужно сделать, УЗИ аппарат, это тоже входило в каталог, то есть ты пока этот каталог весь отработаешь, то есть все-все-все, хирургия обязательно, потому что ты не можешь, не зная хирургии, работать семейным врачом, потому что у нас тут раны, каждый второй, да, если приходит перелом, это все к нам идет, да, вот эта вот разница на то, что этот врач на все руки мастер, поэтому у нас очень большой каталог, и многие не, даже немцы, многие остаются ассистентами, не делают фахарст, понятно, ассистент, ты до того, как дошел до фахарст, ты ассистент, ассистент тоже очень хорошо получает, да, то есть это врач, который хорошо получает, у него ответственности мало, потому что над ним всегда стоит один фахарст или оберарст, оберарст, это, например, в клинике зав. отделения, вот, он над тобой всегда стоит, ну вот, а ты как ассистент там работаешь врачом и так далее, ну в общем-то, но ты никогда не станешь оберарстом, никогда не сможешь открыть свою праксис, никогда не станешь шефом, да, то есть ты остаешься ассистентом, но многие очень довольны, и, кстати, очень многие немцы на этом заканчивают, они идут такие годы, чтобы стать врачом, и когда они становятся ассистентом, они говорят, все, супер, я рад. Это странно звучит со стороны, именно с нашего человека, наверное, что это по сути, по факту, это обломанность врача, потому что люди поняли потом, как это будет случиться. Просто работает обычно врачом, не руководителем, не своей пракцией, просто обычный врач, да, 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 просто обычный врач, и зарабатывает, причем, хорошие деньги, но он никогда не может выше подняться, да, вот, и как бы идёт, ну вот я шла к этому ровно пять лет, если честно, пять лет, это минимальное, что можно, то есть там как люди, они, например, делают, они устраиваются на работу, им нужно полтора года на интернист, интернист, инерамедицин, да, вот, и они вот это вот эти полтора года там отработали, и потом начинают только искать, ну, окей, полтора года растянулись, на два года, на три года, они ничего не нашли, короче, у меня так не было, я сказала так, полтора года здесь, полтора года здесь, полтора года здесь, всё, должна это сделать за короткий срок, то есть это FAHARTS получилось очень-очень быстро, то есть вот за пять лет, и сразу же пошла, экзамен, на этом всё закончится, может быть даже пять с половиной, потому что там было ожидание на сдачу экзамена, то есть это там за год ты подаёшь это всё, они начинают перепроверять все твои каталоги, чего у тебя не хватает, от чего тебе там, то-то, в общем, потом ты до сдаешь, там еще бегаешь, ну вот, в общем, и так я сделала фахарс, начинала я с хирургии, да, но потом передумала, потому что это, я увидела, что там происходит между хирургами, бороться за каждую операцию, толкаться локтями, и к этому это было совершенно не мое, ну и потом этот огромный, огромный железный, железный китель, который ты носишь во время операции, я после этого просто не могла ходить, ты по 5-6 часов стоишь в операционной, особенно когда травматология, это же кости, там постоянно идет рентген, то есть они проверяют постоянно рентгеновским аппаратом, хорошо все лежит, туда засуднули эти шурупы, там, и это все постоянно, и ты одеваешь перед все это обмундированием, да, которое стерильное, вот это вот, перед этим ты одеваешь железный, вот этот вот, как плащ, который тебя закрывает впереди, вот по, боже, какой он тяжелый, это невозможно, я вообще была в шоке, и потом, говорю, вот так вот, какой там оперировать, я вообще не знаю, как они это делали, если честно, и, короче, я поняла, нет. То есть, получается, подытожив, вот так, судя по вашему рассказу, примерно с момента переезда, просто чтобы так, оследить хронологию дома, учитывая, что где-то полтора-два года учили язык, год практиковались, потом где-то пять лет все это набирали, плюс там... Между этим у меня еще родилось двое детей, так я, так сообщу, мы сюда приехали с Софишкой, а потом у меня еще родилась Мишель, родился Рихард, это все как бы параллельно, но я и сидела дома, да, и там учила язык, и что-то учила, то есть я делала еще и перерыв, да, то есть сейчас у нас какой год, 23 год, в 2009 году я начала здесь работать вот на этой практике, которая была бесплатная, то есть я, в принципе, уже сейчас 14 лет как вот в медицине именно работаю, да, тогда это был один год бесплатной практики, и вот 13 лет, как я получила апробацион, 13 лет. То есть вот до апробациона получается, что где-то 6 лет до него прошло. Да, 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 но я думаю, что это был перерыв, наверное, с Мишелькой и с Рихардом, да, там еще прибавить это нужно, то есть не нужно всем думать, что это так страшно и много, и долго длиться, нет. Ну, понятно, я просто подозреваю, что это все, по крайней мере, не так быстро, как хотелось бы многим, что это и на изучение языка, и на все время. Ну, это есть жизнь. Да, окей, когда открыли свою практику? В 18-м году, в марте, я купила праксис у одного врача, здесь в Гейстахте. То есть я сначала работала ассистентом в одном праксисе с моим коллегой, у которого я делала вот этот ассистент, и это был последний год. Вы работали врачом, получается? Врачом работала, врачом работала до вот этого экзамена, который мне нужно было сдать. И мне оставалось какое-то время на... Подожди, мне оставалось, да, я у него работала ассистентом, потом у меня оставалось... Я сдала экзамен вот этот вот, да, и мы начали искать, потому что это не так легко сразу найти КФАУ. КФАУ, это не так, что ты захотел открыть, у тебя есть ФАХАРТС, да, ты сдал экзамен, и ты уже раз и берешь, там, нашел какое-то помещение и открываешь. Это не так, это вообще не так. Как это происходит? Это, Айзо, смотрите, в каждом регионе, Германия разделена на регионы, да, ну, как всегда, и в каждом регионе положено какое-то количество врачей. Например, у нас положен только один кардиолог. И если кто-то захочет здесь открыть праксис кардиологии, ну, ничего у него не получится. У меня есть один знакомый кардиолог, который мечтал годы открыть здесь праксис, а нет, никто не умирает. То есть ты можешь только тогда, потому что, например, здесь кардиологически только один КФАУЗИЦ, это называется. То есть одно сидение, одно место. Например, альгемая медицина я точно не знаю, но домашних врачей, конечно, должно быть больше. Это естественно. Сколько их должно быть здесь? Я, ну, наверное, 20. Нет, не, не может быть 20, потому что сейчас у нас где-то человек 15 в нашем регионе, а нам не хватает сейчас 13 врачей. 13 врачей не хватает, места не за... да, это вообще страх просто какой-то. Ну, короче, например, на наш район, на наш регион нужны 30 человек. И только если кто-то захочет продать свой КФАУЗИЦ, вот это место, не праксис, это место стоит только денег огромных. И не праксис, а вот... и только тогда. Или кто-то уходит на пенсию, или кто-то умер. А вы сейчас говорите, что не хватает это место занять. Вот, молодец, вопрос хороший, вопрос хороший. Друзья мои, кто сейчас стал вот только... Фа Хартс, пожалуйста. В Гейстахте, прекрасное место, рядом с Гамбургом, открытые места. Я покупала КФАУЗИЦ за огромные деньги, брала кредит, который до сих пор еще отдаю. Тогда, не буду говорить эту сумму, в 2018 году за огромные-огромные деньги. Сейчас это бесплатно. Так что, пожалуйста, бесплатно сейчас эти 13 мест можно взять. То есть то, что свободно, можно спокойно взять. Да, потому что свободно. В городе большое количество... Нет, тогда ты покупаешь... Когда ты у человека покупаешь. Если он хочет продать. А так у тебя нет шансов. Места все заняты, все. Сиди, жди. Или ищи в других местах. То есть, ну, рядом соседние регионы. Поэтому врачи очень... Короче, здесь нет такого, что ты сидишь на одном месте. Сколько вот врачей есть, только я знаю, что они поперезжали уже по всей Германии. Или по работе, или за этими местами. То есть они все очень туда-сюда переезжают. Они очень все мобильные такие. Так, ну, теперь перейдем к самым интересным теме. Потому что о медицине в Германии ходят очень много слухов, на мой взгляд. И интересно услышать не мнение пациентов, которые ходят по разным праксисам и там чем-то довольны, недовольны. А непосредственно, в общем-то, узнать у человека, который в этом варится каждый день. Начну с глобального вопроса. Как вы считаете, на ваш взгляд, уровень медицины в Германии? Смотрите, тут смотря с чем сравнивать. Потому что уровень, это вообще такое слово, непонятно, кто его устанавливает. То есть с чем, что вы хотите от этой медицины, я считаю, очень высокий. То есть если вот так однозначно сказать, все равно, не смотри, я знаю, что все сейчас подумали и что все хотят спросить, о чем идет речь, я это все знаю. Но уровень очень высокий. То есть я имею в виду реально больных людей. Не тех людей, которые приходят и ищут у себя заболевание. Ищут, нет, а реально больных людей, которым нужна реально помощь, да, это хороший уровень. То есть которые поступают в больницы с инфарктами, которые поступают, которым нужно сделать операции, которым нужно сделать прямо быструю помощь, скорые помощи, которые приезжают за две минуты, честно. Но это же серьезные вещи, да, то есть которых все знают и пропускают. Это тоже все культура, это не только медиа, это все медиа, да, и уважение, и что происходит, когда эти люди приезжают на место, что они там делают, какие процедуры, какое-то обучение персоналу. То есть в этом все, да. Есть минусы, которые появились сейчас последние годы. Какие минусы, на ваш взгляд? Если честно, последние годы просто не хватает врачей и вообще медицинского персонала. Это самый большой наш минус, потому что, допустим, если вот сейчас сказать, в моем практике сейчас на данный момент 5000 пациентов. То есть мы обслуживаем, да, вот 5000 пациентов каждый квартал. И днем, вот в нашем практике, где-то примерно около, проходит в среднем 200-300 иногда пациентов. Это причем, что мы не работаем 24 часа, да, мы работаем утром там открыты, вечером открыты, как и все остальные практики. Да, и это количество людей, которые, просто мы уже в шоке. Мы в шоке, девочки в шоке, все в шоке. И потому что, вот сейчас, например, в ГИСТахте 13 врачей не хватает. А куда людям идти? Куда идти сюда? Да, и самая главная задача врача домашнего, да, у нас нет времени, к сожалению, на пациентов, 3 минуты на пациента. Это правда, потому что все остальные сидят 2 часа, 3 часа в комнате ожидания. Я о них тоже думаю, да. То есть они думают, что я о них не думаю. Думаю постоянно, друзья, постоянно думаю. И это меня также нервирует, и нервирует весь праксис, что все сидят и ждут. Но и поэтому, и за эти 3 минуты мне нужно быстро понять, опасно, не опасно. То есть тут вот такая вот ситуация идет, да. И если опасно, то какие я должны проявить змеи. Если не опасно, сказать, молодец, давай, что тебе там, вот таблетка от головы, все пройдет, будет у тебя хорошо. Да, это искусство, нужно быстро думать. И такое многие врачи не могут больше выдерживать, немцы. Они не для этого учились. Они хотят сесть, поговорить с человеком, разобраться в его проблеме. Вот этого не хватает. На это у нас нет, к сожалению, времени. Потому что термин у меня, допустим, следующий, не знаю, в конце февраля, наверное, можно у меня получить термин. Да, сейчас мы записываем конец ноября. Да, но я сделала для своих пациентов очень много. Поэтому они знают, как ко мне можно попасть очень быстро. То есть я это сделала. Но это не реклама. Нет, я не беру новых пациентов. Просто каждый врач должен пытаться и понять, что... Да. Ну мы пытаемся все равно пациентов, чтобы как максимально они могли быть, в праксис быть доступны. То есть если им срочно нужно. То есть у нас сделаны эти окутные часы. Это значит, что каждый день один... У нас 8 врачей уже работает в этом праксисе. И каждый день один из врачей, даже мы сейчас уже увеличили на два, делают окут. Это значит, что люди, которые срочно тебе нужно, у тебя срочно, у тебя корона, у тебя голова заболевает, у тебя давление поднялось, у тебя боль в груди, отдышка у тебя, я не знаю, высыпание на всем теле или что. То есть ты можешь просто прийти в праксис. Да, да, определенные часы, есть везде правила, да. Но... То есть это есть в каждом праксисе? Это у домашних врачей, да. Главное самое... Вот я что всегда говорю, что перед тем, как возмущаться, что непродуманная система, нужно сначала узнать, какие правила вообще в праксисе. Почти каждый праксис имеет открытые часы, когда человек может прийти срочно. Например, вот, ортопеда ждать сколько? Ну да. А у нас ортопед, приходите в 7 утра, садитесь в очередь, сидите 2 часа, да, 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 но это окутность, и он тебя примет. Потому что есть такие правила у него, он знает, да. Ну, конечно, если ты в 11 часов там поспал, проснулся, на-на-на, и пришел, ну, да, понятно, что тебя уже никто не примет. То есть в каждом праксисе есть правила. То есть первое, когда ты приходишь, да, то есть нужно узнать, а какие у вас правила, как с вами связаться. Е-мейл, да, телефон, прийти, прийти во сколько, если окутно, то есть если ты знаешь, если ты владеешь информацией, ты владеешь всем. И тогда все становится очень легко. Правда, пациент может попасть в праксис. Просто не попадают те, кто не хочет. Ну, то есть люди просто пытаются прийти, либо когда им удобно, либо вот многие просто жалуются именно на эту тему, очень много в сети, на югубе, везде. Я просто сейчас озвучу, они и про это прокомментируют, прокомментируют как раз. Вот эта ситуация, что к врачу попасть невозможно. То есть получается, что, в принципе, к домашнему врачу попасть можно практически в любой день, ну, вот если мы попадаем в эти часы. Нужно, да, и каждый практик, смотрите, что я всегда говорю, что очень важно, чтобы наши люди понимали. Да, то есть я вот это на Инстаграм в последнее время очень, когда я только поднимаю тему про этот сервис в Германии. Сервис, это не надо называть медицину сервисом, да, мы не в этой сфере работаем, это медицина, да, это помощь людям, это первое место, но не сервис, вот, а это первое. А второе, что очень важно, да, что очень-очень важно, что понимать, мы не государственная клиника, это мой частный праксис. И все, все, что вы видите, все врачи, все, кардиолог, я делаю термин кардиолога, делаю термин куролога, делаю термин, кому бы то ни было, они все частные. И они все устанавливают свои порядки. То есть я имею право даже сказать, нет, этого пациента я в праксисе видеть не хочу. И, кстати, у меня такое было, у нас есть один пациент, которому мы сделали фабот, праксис фабот, потому что он оскорблял моих девочек, этих, ну, медсестер, да, то есть очень так. То есть я говорю о том, что мы не государственное предприятие, которое обязаны и должны всем все, да, это, это частное, это первое. Второе, получаем мы деньги не от пациентов, а получаем мы деньги от кассы, да, и работаем на, за минимальную, то есть пациент, когда приходит ко мне в праксис, все это цифры, мы собираем цифры, то есть это наш заработок, то есть ты пришел ко мне в праксис первый раз, там, тебе 20 лет, я за тебя получила 20 евро, за то, что ты ко мне пришел, да, мы с тобой поговорили, на-на-на-на, все, ты ко мне пришел еще завтра, потому что ты вспомнил, что ты забыл, что у тебя ноготь тут болит, вот, опять ко мне пришел, я с тебя ничего не получила, ты мне через две недели пришел, я тебе ничего не получила, я получаю только один раз за тебя 20 евро, сколько ты раз не приходишь, я больше не получу за тебя ни одной копейки, то есть это система такая, я не жалуюсь, то есть я живу прекрасно, то есть у меня все супер, я просто умею с цифрами работать, и весь мой праксис умеет с цифрами работать, у нас специальные есть люди, которые занимаются только цифрами, потому что потеряя одну циферку, если я забуду, ты пришел ко мне, я с тобой проконсультировалась, тебе уделила время, и эта циферка не поставила, то все, ну, то есть из-за тебя я не получу денег, эти 20 евро, то есть мы складываем по копейке, то есть я посмотрела рану, то есть рану можно получить только один ран, мы делаем перевязки каждые два дня, а получаем деньги только за один раз, и если мы и этот один раз забыли, ну, сами виноваты, да, то есть чтобы просто люди понимали, это совсем немножко другая система, если ты пришел в частную клинику, где люди платят деньги, это другое, есть врачи, которые, как я, открывают частный праксис, то есть частный праксис, это значит только для приват-пациентов, то есть он говорит, я с кассами дело иметь не хочу, ну, могу понять, потому что очень сложная система, то есть я тут сижу после того, как все уходят, да, и часами, у нас люди сидят часами, есть специальный менеджер, который занимается только цифрами, у него вот такая голова, да, потому что если мы какие-то цифры теряем, а цифры проходят тысячи, да, то есть если старенький пациент, можно еще одну циферку поставить, если, да, там со стареньких можно две циферки поставить в квартал, то есть мы все считаем кварталами, то есть все там зависит от возраста, если ты поставил прививку, ты получаешь тоже циферку, то есть там за прививку 7 евро, допустим, да, то есть, да, это мало, потому что это праксис, это миллионный праксис, очень много денег вручается, но это все складывается с 7 евро, 7 евро, 7 евро, вот так вот мы зарабатываем деньги, просто чтобы все знали, о чем, да, вот просто принимали, а люди, которые открывают праксис только для приватных пациентов, приватные пациенты платят деньги сами, да, и потом они уже с кассами сами разбираются, то есть они платят деньги тебе, то есть, а все остальное тебя интересует, ни эти цифры, ни отчеты, ни там, за каждую цифру мы отчитываемся, если мы слишком много цифрок сделали, мы отчитываемся, возвращаем, нас штрафуют, ну и так далее, ой, там, ой, и очень все интересно, да, но надо в этом разбираться, если ты разбираешься, то все хорошо. Вот тоже немножко подвести итог, я где-то слышал об этом, вот хочу опять же услышать из первых уст, чтобы люди тоже понимали, сказали, что я пришел, вы получили 20 евро, и в следующий раз, вроде как... В следующем квартале. В следующий раз, если в следующем квартале пришел, то вы тогда получите, а сколько я раз пришел за квартал, это, в общем-то, не имеет значения, и дальше это все бесплатно. Да, 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 то есть все думают, что вот я пришел, я... Давайте я вам карточку пробью, ну пробей карточку, ну как, это не значит, что это... Да, карточка, вот, кстати, карточку из-за этого и пробивается, что ты в квартал один раз, да, ты один раз пробиваешь карточку, с этом это связано с тем, что, да, только пошла информация в кассу, человек был здесь, да, мы имеем право вот эту цифру поставить, который человек был здесь, потом задокументировать, что он делал, и вот это, вот это вот все тогда на одного квартала. Поэтому и делается в квартале, один раз только карту пробивает, да, вот эту вот... Gesundheit-карту, да, да. Ну, то есть у людей зачастую, ну, как я, если смотреть со стороны пациента, они-то платят ежемесячно в медстраховку большие деньги. А в итоге получается, вот, я пытаюсь просто поднять систему в Германии, и вот, глядя с разных сторон на всю эту ситуацию, получается интересно, что человек платит ежемесячно у каждого зарплаты, там, 14 копейки и 6,5%, это там по 1000 евро ежемесячно. Да, но ты, ну, когда ты, если на кого-то работаешь, да, то ты не сам все это платишь, что это платится, делится, но если ты работаешь сам на себя, ты чувствуешь эту сумму очень сильную. Ну, все равно все эти вычеты, зарплаты, как бы, они достаточно существенные. Да, существенные, да. Из этого людей, видимо, складывается такое, они же уже вроде как заплатили за медицинскую помощь, а эта помощь, они приходят к врачу и думают, что вот я же уже все заплатил. Да, так и есть, так и нет. Так и есть, что так думают, и, если честно, я чуть-чуть даже с ними согласна, да, в какой-то момент, но есть тоже разные случаи. Смотрите, слава тебе, Господи, что мы все здоровы, кто так думает, потому что вы не пользуетесь медициной, но платите, да, и тогда думаешь, а сколько людей у меня, да, раз и ставят ребенку лейкемию. Ты писаешь какие-то огромные деньги? Это просто страшно, а вылечить можно, и лечит. То есть, да, и там уже несоизмеримо. То есть, тут идет такой ковш, что это и есть такая страна. В этом и есть Германия. То есть, в этом огромном ковше лежат деньги и твои, и его. Он пользуется, да бог с ним, да, я не хочу, чтобы у меня было лейкемия. Да, ну, допустим, да, я здоров и думаю, да, это неравноправие, это правда. Ну, тогда вот в Америке, мне кажется, там они все платят из своего кармана, да, и ты думаешь, ой, 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 ой. То есть, я не знаю, плохо это или хорошо, честно, я не знаю. Ну, вот так здесь, то есть, все складывается в один ковшик, да, а потом этот человек, или ты, например, в старости, да, или вдруг что-то случается, да, ты получаешь это все, конечно, ну, получаешь это все, да. Значит, вы пришли ко мне, я вас проконсультировала, подумала, посмотрела, пощупала, подвигала и так далее. Нога не прошла через неделю, да. Что нам нужно? Нам нужен ортопед. Я вас посылала к ортопеду, и вот у ортопеда, конечно же, он опять делает с вами какие-то манипуляции. И, кстати, Фа-Хардс, у него немножко другая система, вернее, тоже система на цифрах освоена, основана, но они имеют право чуть-чуть больше, как бы зауженные специалисты получают, короче, больше. Вот просто так вот, чуть-чуть больше, да. Они, им и разрешено делать больше. Например, у ортопеда есть рентген, он сделал вам рентген, да, то есть он выписал вам кран на гимнастику, он сделал вам какие-то уколы или еще что-нибудь такое. Это все, да, все еще оплачивает, то есть тут нужно не забывать, да, потому что если вы начнете платить так, то вы посмотрите, какие это будут суммы в Германии. Это тут, тут огромный, тут это все один рентген. Я не знаю точно, но тут очень-очень много все стоит вот это вот. Если вы у ортопеда не выяснили, что с коленом, он дальше посылает на МРТ, и это тоже включено, да. У МРТ тоже, да, за то, что с вами рентген врач поговорил, это тоже карточка, это тоже. То есть это кажется, что это мало, но в какой-то момент, когда тебе нужна помощь, то есть там все-таки накапливается какая-то сумма, да. Я думаю, что вот это и основа, что мне, допустим, глядя, когда человек в Германии, но тем не менее, что я вижу, что реально, когда человек здоров, он платит, но платит, по сути, ну, я это воспринимаю как будущее. То есть все мы не вечные, и так или иначе получается так, что кто-то на пенсии, кто-то раньше, кто-то позже обращаются к врачам. Пока ты работаешь, ты платишь, потом, соответственно, ты не можешь работать, но тебе при этом медицина оказывается вся. Хорошо, я хочу что-то на это делать. Что меня радует здесь, допустим, по сравнению с Казахстаном и в России то же самое, я думаю, везде, там постоянно собирают на лечение, и меня это настолько... Ой, это ужасно! Это капец, что люди получают яму, и только, то есть государство в этом плане никак не помогает, никто не помогает, просто все вынуждены собирать через социальные сети, и еще как-то по копейке собирать там десятки тысяч евро на операцию ребенку. А если ты вот, я просто не знаю, что бы я делал в этой ситуации, окажись я перед, не дай бог, перед ситуацией, когда у меня стоит выбор, или я за год сейчас, или там за сколько, месяц, два, три, соберу 20 тысяч евро, или мой ребенок умрет. Что в этот момент думают, как себя чувствуют люди, это же просто... Да, в Германии ты чувствуешь себя в этом плане просто спокойно. Да, понятно, что там долго термина жать, но в такой ситуации, я же по этому говорю, что если правда реально ситуация, страх или что-то за здоровье, то и клиники, и все, да, и найдется, и оплатится, и все. То есть в этом плане ты, ну, можно расслабиться. Ну, то есть глобально, если что-то случилось, тебя вылечат, и никаких денег, по сути, не попросят, то есть все оплачивает медстраховка. Да, то есть все эти химиотерапии, которые стоят тысячи, да, у меня в праксисе есть ревматолог, это очень-очень дорогостоящие медикаменты. Я когда смотрю, какие он выписывает медикаменты, у меня сердце останавливается, потому что это же все же на наш бюджет идет, да, а там медикаменты по 5 тысяч евро. То есть это человеку здесь выписывается в праксе на такие суммы медикаменты, и это оплачивает кронкинкасса, то есть это все оплачивается, да, когда ты реально заболел и реально требуется. Но я хочу еще что сказать. Не только, значит, как немцы с этой ситуацией живут, в том, что долгие термины, они не хватаются, когда жареный петух клюнул. Немецкая система, в чем хороша и люди, почему так долго живут? Потому что они заранее, дома, а своем. Вот это хороший вопрос, который буквально следующий был, я его сразу задам, когда речь заходит о медицине, и у меня сразу вопрос, как бы, мы пытаемся, вот все, кто в комментариях пытаются оценить медицину по тому, как его обслужили, именно вот как сервис, а я глядя просто на цифры, что люди в Германии, продолжительность жизни лет, сейчас могу ошибаться, но, по-моему, лет на 10 больше, чем в Казахстане и России. Я не знаю, они здесь живут вечно. Они реально вечно, я просто в шоке. Вот у меня сегодня был один пациент, ему 86 лет, да, и он пришел, грустная история, простите, но это жизнь, да, он пришел, ну, плачет это и рассказывает, что они купили только билеты со своей женой в Берлине на оперу, да, вот, просто 86 лет, в Берлине на оперу, он ездит на машине, то есть там все, и она умерла, у него на руках, а его жене было 94 года, я поэтому говорю, они живут вечно, и они в этом еще были молодые, ну, как молодые, они были здоровы совершенно, они купили в оперу в Берлин себе билеты, и вот она внезапно умерла, боже, какое странное в 96 лет событие, и это его ужасно удивило, так что, вот, как раз я об этом хочу сказать, что медицина, как отличаются люди немецкие, пациенты от наших, значит, что говорят наши пациенты, когда они приходят, да, когда они приходят на прием, у меня болит живот, я говорю, окей, да, болит живот, да, а сколько болит уже? Да, года два, скажите, пожалуйста, да, то есть, как это можно вместе это, или там, я худею, почему-то очень странно, и уже худею, как несколько месяцев, или кашлю уже, там все как-то не было времени, и потом эти люди, простите, я очень добрый человек, всех люблю людей, но потом этот человек говорит, что и нигде терминов нет, или ждать вечно, а вы сами не ждете вечно? Ну, ладно, это я так просто думаю, скажу, но, да, и в чем здесь отличается отличие? А немец, немец, он ходит регулярно на проверки, и у него уже стоят термины, и он знает, что у него есть термин, то есть, он у него всегда стоит у меня, то есть, они знают, что, во-первых, с 18 лет до 35 лет, они все проходят гезунхайд-чек, чек, это значит, то есть, он приходит, я проверяю ему все, то есть, я смотрю, кровь у него беру, если мне что-то не нравится, я пишу электрокардиограмму, то есть, я смотрю живот, я, да, то есть, спрашиваю, самое главное, какие болезни были у родителей, то есть, я это сразу фиксирую, и он говорит, например, у родителей было там рак чего-нибудь, да, то есть, я себе думаю, ага, так, надо с ним поговорить, чтобы он через 2 года уже сделал термин, чтобы мы там это еще раз посмотрели, там, или я вижу, что в крови у него повышенный холестерин, я думаю, так, тут может быть, что через 20 лет у него инфаркт или что-нибудь, я уже начинаю ему про холестерин, говорит, а говорит, нет, холестерин, ты придешь через год проконтролируешь, то есть, а кто у нас задумывается о холестерине, а что это? Нет, задумывается, когда уже полгода что-то сердце давит, нет, то есть, если вы нормально проходите все чеки, то есть, вы прошел, до 35 лет считается одного чека достаточно, можно долго дискутировать, ну, боксом, один чек до 35 лет считается здесь молодой, здоровый, красивый, то есть, 35 лет, если ты прошел чек, то есть, с 35 лет начинается регулярная вещь, то есть, там идет каждый, вот, вот у меня лежит прямо на столе, вот, с 35 лет, то есть, идет чек каждые 3 года, потом, хаут-крепс-скрининг, это полностью смотреть кожу, это делаем мы, домашние врачи, то есть, каждые 2 года, вот, смотрите, можно сказать, что чек каждые 3 года, это очень долго, да, но если ты приходишь каждые 2 года еще на хаут-крепс-скрининг, ты все равно врача увидел, он тебя увидел, ты у него спросил все свои заботы и вопросы, да, теперь, от 45 лет простата у мужчин, от 50 лет нужно проверять стул, кровь в стуле, это профилактика, как по-русски это колонкарцином, рак кишечника, да, то есть, все расписано, если ты соблюдаешь все эти моменты, друзья мои, то не надо, когда жареный петух клюнул, нужно срочно термин, а вы его не можете срочно получить, не надо так, ну, просто, вот, начались симптомы, они как немцы, да, они знают, у меня термин там через год, это слишком долго, тогда, я что, что-то у меня тут не то, или у меня давление начало скакать, делай термин и спокойненько приходи, да, то есть, без кипиша, когда... то есть, пока это прям уже невыносимо и болит, а где-то что-то начало, и уже... Да, они сразу идут, и тогда, да, может быть, знаешь, как это, может, это уже и прошло, но они даже, если прошло, они приходят ко мне, а что бы это могло быть, они такие, ну, давайте проверим кровь на всякий случай, мы все равно проверяем все, смотрим и успокаиваемся, что это был какой-то ложный вызов, но, то есть, вот такая, то есть, нам нужно даже и мысли тоже как-то передумать, как мы относимся к себе, понимаешь, а это все включено, кстати, вот эти все чеки, или это, вот это все, это включено, это оплачивает касса, и если это знать, то едем всем пользуются... Какую информацию можно получить? У домашнего врача? Нет, на самом деле информация, смотри, что значит, на инстаграм у меня... Кстати, подписывайся на инстаграм, ссылочка в описании, комментарии, переходите, подписывайся, реально, я тоже подписывал, очень много интересного. Нет, я, кстати, из-за этого и открыла инстаграм, потому что каждый день вот такое количество людей приходит, и такое количество одинаковых вопросов задают, и я в какой-то момент думаю, ого, и я начала просто из-за этого инстаграм, чтобы отвечать на эти вопросы, просто напрямую людьми рассказывать, потому что многое того, что они не знают, а просто зляться на систему, а злиться не надо, друзья мои, это делает болезни, да, то есть когда злишься, то это просто заболеваешь. Ну, то есть по факту система как раз очень хорошо продумана. На предотвращение, она очень хорошо продумана, на предотвращение заболеваний, да, а если ты это всё правильно делаешь и предотвращаешь, то, конечно, ты предотвращаешь очень многие заболевания, да, то есть это... Ну да, тут нашим людям нужно поменять сознание именно на момент, что ты приходишь к врачу, и никогда уже заболела, а заранее, если всё предупреждаешь, то у тебя не возникает таких моментов, когда тебе нужно... Практически не возникает, очень редко, очень редко возникает, да. Почему Вот смотрите, наши люди, мне кажется Очень сильно обожают вещи Они обожают свой дом Они обожают свои машины Они их облизывают, заливают Лучший бензин Делают лучшие запчасти, заказывают там откуда-то Ты же моя ласточка, ты же моя солнышко Они проходят тюф Тюф, да? Это машина, да? Тюф проходит, каждый такой А ты что? Ну как? А почему? Это то же самое Ну пройди ты тюф на свою Прочикывай свой организм И будешь спокойно дальше жить А еще вопрос Не касаемо домашних врачей Про скорую Наверняка, так как опыт точно был Раз домашний доктор Знаете, как работает Во-первых, через сколько скорая должна приехать И вот здесь тоже особенность медицины Что мы-то привыкли По любому поводу вызывать скорую А здесь по каким-то причинам можно вызывать скорую По каким-то причинам Тебе потом приходит огромный счет Нет, 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 нет Смотри Опять-таки Нужно все знать Если ты знаешь Владеешь информацией Владеешь миром Тогда ты спокоен Есть разные случаи И ты должен сам оценить Если это прям реально опасно Да То есть Что такое опасно То есть Вот Сейчас у тебя паника Что кто-то умирает на твоих глазах Или у него начинается очень сильная дышка Он задыхается Это невозможно пропустить Даже не медицина Может понять, что это опасная ситуация Начались судороги Началась отдышка Боли в груди Это видно по человеку Что это опасность То есть Ты звонишь 1-1-2 Они приезжают И никогда Тебе никто ничего не выставит Это естественно Потом Приезжают эти ребята Они оценивают ситуацию Первым Не приезжает врач Они вызывают врача То есть Счет уже не будет таким большим Нет Я просто хотела сосчитать Счета вообще никакого не будет Я вообще не знаю Кто-то когда-то платил этот счет Я никогда ни одного человека не видела Чтобы кто-то кому Что-то заплатил за скорую Ну ладно Это другое Честно Если у вас такое было Напишите Напишите пожалуйста Я ни одного человека не видела Чтобы заплатил за вызов скоро Даже если это ложный вызов Что ребята приехали И подумали Что нет Это не так уже и опасно Ничего страшного Они разворачиваются Они говорят тебе Кому нужно позвонить Так вот Я хочу Короче Вот они приезжают Да Они оказывают первую помощь Если тебе нужна Они меряют все важное И говорят там О да Они звонят своему Нот Артс И он приезжает Достаточно быстро Это происходит Если Я знаю Что есть места Например Если случается момент В лесу У меня вот был недавно Пациент У него Произошла Трагедия В лесу Их долго искали То есть Это был момент Но это такие Необычные моменты А если ты В городе То мы вызываем Скорую Сейчас две недели Не было Но почти Каждую неделю Мы вызываем Скорую помощь У нас в практике Что-то происходит С людьми И Я не успеваю Положить Бронюлю То есть Я не успеваю Положить Даже Капельницу Настолько Быстро Это все Происходит То есть Быстро Очень приезжают Вот Это что касается Скорой помощи Теперь Но не всегда Это слава тебе Господи Опасная ситуация То есть Ситуация Бывает Какая Например Выходные У ребенка Высокая температура 40 Да Окей И Все в шоке Ну то есть Все что делать Что делать Скорую помощь Вызывать не надо Значит Не то что не надо Вы можете ее вызвать Но они Скажут Ну друзья Ладно Это вы конечно Погорячились То есть С это там Сделать ему Там свечку И все так далее Да Если из 40 Очень опасная ситуация Естественно Если у ребенка Конвульсия Ребенок задухается Я про это не говорю Я говорю про то Что сейчас очень много Вирусных инфекций Дети реагируют Температурой И это нормально И слава богу Что хотя бы у детей Иммунитет хороший Потому что 40 Температура Это хорошо Это реакция Организма такая Хорошая Он борется Так вот Но все равно Родители не уверены Им нужна помощь Что делать Значит что Есть несколько вариантов Есть по всей Германии Служба Называется КФАУ Служба Я очень много лет Там работала Вызывается Номер Называется 116 117 Этот номер Нужно знать Всем Вы звоните туда И описывайте Свою проблему Там обычно сидит Опытная медсестра Иногда даже врач И она Оценивает ситуацию И иногда Они говорят сразу Звоните 112 То есть это Скорая помощь По-любому Иногда они говорят Знаете я не уверена Давайте с вами поговорит Врач То есть вам Перезванивает врач Или Она говорит А окей Она уже знает Стандартный случай Там допустим Спина зажала Что-то приехал Уколол укол Допустим Она говорит Я пришлю врача Но И в этом случае Вы не ждите Что это будет Та-ти-та-та И уже сразу же У вас через 10 минут Нет Это служба Значит врач Начинает дежурство Например выходные Мы начинали дежурство В 8 Заканчивали в 8 24 часа Было дежурство На вызовах То есть У меня список И там идут Я объезжаю То есть И у меня иногда было Что мне добираться 40 минут до пациента То есть Все зависит от круга То есть В Гамбурге Немножко по-другому Система вообще другая у них Но у них тоже такая служба есть Здесь гейст Ахтит по-другому Здесь я ездила сама Слава богу У меня мой муж Который меня везде возил И все Но Потому что ночью Иногда очень страшный случай Искать где-то Ну да не важно Короче Эта служба существует И этот человек Приедет к вам Иногда он сам звонит И спрашивает Ну что там как Вот И говорит Я где-то через пару часов приеду Иногда Ну то есть Вам не нужно ждать Что вот Спокойно Да То есть вы можете еще раз Перезвонить Сказать например Состояние ухудшилось Тогда они ему сообщат Он на выездах И отрабатывает Все-все-все В течение дня Он приедет Да Вот такая вот служба Очень важна Или Вы берете Ноги в руки И идете в больницу Значит в больнице Есть два варианта Опять-таки Многие этого не знают КФО Динст Разделяется на два варианта Один врач Который ездит По домам Это как просто домашний врач Который приезжает По домам На дом Он вас не заберет В больницу Но он оценит ситуацию У него есть Чемодан С медикаментами Он вам даст Нужные медикаменты Он вам выпишет Рецепты Он вам выпишет Больничный Да То есть он сделает то Что сделали бы В практике Нормально Ну в обычном враче Вот И есть еще такая Unlaw of practice Он Нужно узнавать По регионам Но почти что Во всех Клиниках Они есть То есть я тоже Обработала Это не скорая помощь То есть есть больница И там Вход один Это скорая Отделение скорой помощи Где сидят Лежат Кряхтят Целые толпы людей А Unlaw of practice Обычно там Никого нет Никто не знает Об этом А это Сидит доктор Вот как я Я после дежурства Своего здесь Ехала туда И садилась туда Это для Там где нету Страшного случая Например Ты в выходные У тебя горло заболело Ты думаешь Ой а вдруг это Правда ангина И мне нужны антибиотики Ну что ты Скорую помощь пойдешь Там сидит Пять часов Среди Там каких-то покалеченных Нет ты идешь В Unlaw of practice В Unlaw of practice Есть расписание Часы работы Как правило Он открыт тогда Когда все Праксисы закрыты То есть среда вечером Пятница вечером И вообще-то каждый день То есть Праксис закрывается И очень часто Врач едет На дежурство дальше То есть В будние дни Они работают До 21 часа Обычно А субботу Воскресенье А потом идет Вот эта вот Выездная бригада Которая работает То есть Они разгружают клиники Они разгружают Скорые помощи То есть Они стоят Меньше государства Но они Очень много Убирают случаев Которые Не нужны Скорые помощи Зачем там Бригада С тремя человеками А в мундировании С целой кучей Техники Когда может приехать Просто обычный доктор Который уколит Тебе И скажет Все у тебя хорошо Вот и все То есть Вот такие вот службы Их нужно знать Анлауфпраксис в больнице И 1-6-1-7 Это Если не уверены Звонить туда Они вам помогут Ну про номер телефона Я слышал А вот Вторую историю Я слышу первый раз Да Да Это Очень интересно Конечно Конечно И особенно сейчас Очень много людей У которых нет Домашнего врача И Что им делать Они не могут найти Потому что врачей не хватает И многие практики не берут Они идут в Анлауфпраксис Потому что им нужна помощь Там Они больные Им нужен больничный То есть Анлауфпраксис Может дать и больничный И все Это такой как бы Праксис На замену Не знаю как сказать Да Вот когда нету домашнего врача Тогда вот они Перенимают Очень интересно Вот Ну и Виноватик чуть к скорой Все это описали Очень интересно Сам процесс И вот Хорошая заметка Про то Что Когда знаешь информацию Легче живется Если все-таки Что-то случилось Скорая Вот Есть же какой-то регламент Через сколько Скорая должна приехать Нет Как ты Что ты Как Где он есть Ну то есть Тут тоже Невозможно Ну Я во всяком случае Не знаю описанного Таких правил Да Есть Что-то Было такое Что они в течение Там какого-то времени Должны прийти Приехать Если нет То будет У них там Какая-то проблема Или разборка Да Но Я этого Правда Не могу Я не знаю Сколько Эти минуты Потому что Никак Это От чего Зависит Что скорая Приезжает Они на самом деле Тут машины Всего достаточно Они выезжают Мгновенно Да То есть Это единственное Если на дороге Их не блокируют То есть Друзья мои То есть Очень важно Я знаю Что мы привыкли К другим Правилам Но очень важно Да Как мы едем По дороге И как мы соблюдаем Вы видели Как немцы Делают Я честно говоря Помогаюсь Именно Вот это Походу на дорогах Это Просто чудо Потому что Реально Народ расползается Даже кто-то Стоит на красный Не на красный Все готовы Вылезти Куда угодно Либо И от этого Зависит скорость И от этого Зависит Жизнь Это правда Реально Да Но вот Именно Какой-то Лимит Или что Как-то Скорую Потом На них Какое-то Заявление Я не знаю Наверное Не до конца Задал вопрос Объясню почему Я уже сейчас Не вспомню Откуда у меня Это была информация Но мне говорили Что Если человек Живет в городе Приезжает скорая Если где-то В пригородах Они оценивают Сколько скорая Должна ехать Если скорой Поблизости нет То прилетает вертолет Да Я просто не раз Видел даже У нас в штуках И у нас Я живу В Регенсбурге Даже по городу Ходишь Я периодически Вижу Что летает Медицинский вертолет Да Очень часто Прилетает вертолет У нас тоже Мы в городе живем У нас рядом Вот скорая помощь Тут ехать 2 минуты Но они смотрят Если машин нет Они выпускают вертолет Вот да Я вот правильно Да Обязательно Тут даже Это не И никаких У нас И были такие случаи Что мы Как перестраховались Испугались Что мог бы быть И инфаркт А у нас Полный праксис Все сидят Стоят Ждут по 2-3 часа И тут Вот таким вот Человеком Мы все равно Все заклиниваем То есть все стопорится Полностью Все останавливается Мы думаем Что это инфаркт Мы позвонили И сказали Пожалуйста Заберите его Для этого И не было инфаркта Но Естественно А прилетел вертолет По полной программе Все его взяли Он даже был вообще в шоке А что это у меня Но Были симптомы Было Лабораторию Которую мы взяли Оно Показало Что возможно Ничего Хоть он говорит Я могу сам идти Нет То есть Это все сделали И Не было инфаркта Никакого То есть Но Все было оплачено Естественно И вертолет И все То есть Кассы Да-да Это да У меня это настолько Очень часто здесь летает вертолет Сначала да Что И Практически у каждой крупной клиники Есть вертолетная площадка Как минимум И эти вертолеты Как бы Я их вижу в небе Очень часто Да Так они Очень часто Они Я же говорю У нас здесь Очень часто прилетает вертолет К нам Если у них не хватает машин То есть Из-за этого То и говорю Да Что Все-таки Больше плюсов Чем минусов Вот да Я О чем и говорю Вот Я наблюдаю всю эту картину И почему Хотел Все-таки Добиться интервью Врача Который все это расскажет Потому что У меня впечатление Что здесь медицина Она очень высоком уровне Я не представляю Что должно случиться В Казахстане Что за тобой прилетел Медицинский вертолет Если он есть В наличии Вроде как Там гражданская Авиации есть Но вылетает Только по каким-то Супер экстренным случаям Связанным Не знаю С какими-то Может министрами Или какими-то ЧП Которые происходят Где-то в горах Наверняка Да Наверняка Есть возможность Но так Чтобы просто Где-то в поселок Или в пригород Куда-то прилетел вертолет В Казахстане Я такого не слышал Ни разу А у себя Даже Не так давно Живя в Германии Я этот вертолет Из своего окошка Я видел раза три уже Да То есть Я Ну ее хорошо слышно И я подхожу к окну Я вижу, что он Заходит на посадку И тут же где-то Там в центре сел Прошло там какое-то время Он взлетел Улетел Все как бы Да А на автобане Да То есть там не очень часто Что можно быстро проехать Потому что образуется Страшная пробка Из-за вот этого столкновения Да Они же сразу Тоже высылают Как правило Это же самое страшное На автобане Там нужно быстро действовать Да В этом плане Не это Все очень даже Я даже потом Не подумала Потому что уже настолько Это привычное Все И нормально Кажется Да Ну меня это не удивляет Что там пилот Стоит там у нас Это В праксисе ждет Да Да Наверное раньше Когда-то это меня удивляло Но это все нормально Да И вот мы такие вещи Принимаем как нормальные А какой-то мелочь То, что я там Не могу У дерматолога Три месяца термин Получить Это всех начинает Раздражать Окей Так Ну Большая просьба К тем засмотрит ролик Напишите Что вы теперь Думаете по всему этому Полу Если вы дослушали С этого момента Что вы думаете О медицине в Германии Ну и буквально Еще несколько Вопросов Задам Именно О жизни в Германии Не про медицину в целом Традиционные вопросы Что вам больше всего Нравится в Германии Может быть какой-то Топ-3 или топ-5 Мне касается медицины С медициной Мы уже много поговорили Это такое неожиданное Подожди Я должна чуть подумать Так Еще раз Топ-3 Топ-3 Что очень нравится В Германии А потом перейдем к вопросу Что не нравится Мне нравится Гамбург Да Это же не должно быть Что именно нравится Про Гамбург Отдельный вопрос будет Хорошо Ладно Тогда не будем Тогда вычеркивай Вычеркивай Мне нравятся сосиски Из чего делаются сосиски в Германии Давайте такой еще вопрос Промежуточный Потому что у нас все Привыкли Я подозреваю Что из мяса Но во всяком случае Они такие вкусные И такие во вкусу Что мне кажется Что все-таки это мясо Но у меня кстати Папа приехал Он очень внимательно Всегда относится К тому Что он кушает И он постоянно читает А какой процент Здесь такого мяса И какой-то процент Он каждый раз С удивлением Заключает Что Оооо Там столько мяса Там он смотрит Эти проценты Какое количество Я никогда на это не смотрю Мне просто Это вкусно Мне просто Даже по ценнику видно Что сосиски Стоит столько же Сколько купить Просто мясо Они плюс-минус Одинаковые Мы просто У себя привыкли В России В Казахстане О том что Сосиски Это обычно Самый дешевый продукт И мяса там не бывает Да Да Это точно Ну очень сосиски Потом Мне нравится Что Возможности И Да Даже Возможности Это еще одна вещь А другая вещь Это Люди С такими профессиями Как Врачи Учителя Профессора Инженеры Которые Вкладывают И в свою жизнь В учебу Столько времени Они Могут Нормально Здесь жить Это правда Это правда И Еще Что мне очень нравится Что Любой Человек Может стать Кем угодно Любой Но только Нужно Захотеть И дай попу Немножко А это Может с кем угодно То есть Открыты Все Двери В любых Учреждениях То есть Тебе не нужно Платить Огромные Деньги За вступительные Экзамены Или тебе Не нужно Быть Я не знаю Наверное Сейчас уже Все по-другому Я думаю Что Я думаю Что в странах Бывшего Советского Союза Все совершенно Изменилось Коррупции Нету Я там Давно Не была Но я думаю Что там Уже Очень Очень Хорошо Но Здесь Не надо Быть Сыном Васи Пупкина То есть Вот этого Здесь нет Я не очень Никогда Этого Не любила Что ты Сын Или ты Это Ты не сам Человек Ты здесь Человеком Не сыном Кого-то И так далее И То что Ты можешь Точно так же С любой Стадии Пойти На Аусбильдинг Причем Аусбильдинг Оплачиваемый Я знаю У тебя был Тоже Такой Интересный Кто-то Интервью Это И В институт Точно так же Можно поступить И взять У государства Даже Кредит И ты Можешь Дальше В любом возрасте Ты можешь Учиться И стать Кем хочешь Но только Друзья мои Надо захотеть Вот это мне Университет Закончил Там В 20-25 лет И после этого Обычно Уже никто не учится Почему? Именно как раз Для нас Для переселенцев Это очень интересно Потому что Потому что мы должны Понять Что В 30-20-40 лет Жизнь тоже Может полностью Измениться Как мы это И сделали И начаться Заново То есть Можно все И здесь И для этого Не важно По возрасту Здесь можно Любые посещать Даже в университетах Здесь лекции Открытые Есть для людей Ты можешь просто Приходить И сидеть на лекции В университете Просто никто Этого не знает Это тоже Очень интересно И можно И поступить В университет У меня есть люди Которые в 60 лет Учатся в университете То есть Я не говорю Что это все Должны делать Но просто Я говорю Что возможностей Есть очень много Вот что Ну и последний вопрос Что мне нравится В Германии Так Мне нравится В Германии Очень много Правил Это Очень много Правил То есть Когда на себя Начинаешь работать И особенно В медицине И особенно Когда свой праксис То есть Правил И предписаний И каких-то Бесконечное количество То есть Это Они просто На каждый пункт На каждый поворот Моей руки Или моего слова У них есть Какие-то предписания То есть Это очень тяжело На все есть инструкции То есть Они очень сильно Любят инструкции И Второе Это Люди Немцы Они немножко Другие Чем мы У них Совсем другое мышление Они Слишком много Инструкции У них В голове Вот это тоже Очень важный момент Как бы Я пытаюсь Людей Которые около меня Вокруг меня Немножко По-другому Вести Немножко Им показать Что жизнь Бывает и легкая И простая И не надо Так усложнять Вот Но ты чувствуешь Это все равно Да И А вот Что-то я еще А Налоговая система Больше ничего не буду говорить Да То есть Ва Супер Ну и заключительный вопрос Так мы находимся Возле Гамбурга Мне очень нравится Такой Наверное Больше личный вопрос Мне очень нравится Гамбург Я хочу туда Сюда Сюда уже будем говорить Переехать Что в Гамбурге Вам нравится И что может быть Не нравится Больше чего нравится Если честно Больше чего нравится Во-первых Вода Я от нее Просто в восторге Тут кругом вода Это Как Можно даже сравнить С Венецией Если ты в Гамбург Сверху посмотришь Это просто Вообще Шок Тут больше воды Чем земли И огромное количество мостов То есть Район в котором я живу Это просто рай на земле Да То есть там одни Мостики Мои дети в школу Ходили только через мостиков Там я как-то считала Даже 6 мостиков То есть там были сплошные Речки 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 И дома уходящие Прямо в воду Это прямо чудо какое-то Да То есть Это вода Это больше всего восторгает Сами люди Потому что Это люди Они Другие Это не настоящие немцы Это Простите Все немцы Если кто-то меня слышит Я наверное поняли Из предыдущего ответа Что я имела ввиду Здесь Межнина Здесь разные национальности И Сами немцы Они Готовы принять всех здесь И они всех понимают Они даже любят Разнообразие Такое Это и есть Гамбург Вот это гонзейские города Как они говорят Три гонзейские города Они всегда были такими Потому что это портовые города Тут всегда притягивалось Много количества разных людей И поэтому Они здесь открыты нам Открыты Они Открыты всему То есть тут уже так перемешалось Кого тут больше Я уже понять не могу Но тут много Тут и итальянцев И французов Американцев Тут очень большая мешанина То есть это все разные страны Вот этот интернационал Делает жизнь нам легче И делает вот эти вот правила Которые Да Вот эти немецкие Они тоже тут как-то Более рассеиваются Между вот этими Вот этими людьми Вот это мне очень нравится Да Вот это вот Гамбург Ну и У Гамбурга Есть какой-то характер Какой-то вот Он такой Я не знаю Он какой-то Брутальный Он как Да Он Он очень характерный То есть ты Ты выходишь Куда угодно Ты можешь Какую-то улочку зайти И ты видишь Этих гамбургских Настоящих немцев Ты их видишь Это просто Ощущение Это кадры Это такие Классные Такие какие-то Дядьки И они как будто В своем мире В своем полете Со своей гитарой И наколками И такой Он гамбург Да Но он классный В этом всем Это так прямо И вот подходит К этому всему И ему вообще Плевать мне кажется На политику На какие-то войны Он такой Весь Вот такой вот Гамбургский Да И Этот рыбий рынок Это все К этому приходит Да Рыбий рынок Был такой Это тоже к этому Эти корабли Этот день порта С огромными количествами Людей Чайки Эти бесконечные Запах моря Тут Ну Гамбург Это класснейший Класснейший Гамбург Супер На этом думаю Вы закончили Классно Спасибо большое Спасибо тебе Спасибо тебе